Спасибо. Добрый день, уважаемые слушатели. Недавно только мы с вами на прошлой неделе встречались по одной теме. Сегодня перед каникулами я предлагаю достаточно актуальную тему, актуальной практики наставничества образования, формы, методы и формула успеха во взаимодействии. Вот потребность в расширении практик, интерес к которому в последнее время не только в педагогической, образовательной сфере, но и в других сферах производства, в частности, интерес подогревается. Вот на протяжении нескольких последних лет осознается этот вопрос на различных уровнях управления, менеджментов. Еще 10 лет назад, в декабре, 23 декабря 2013 года, на совместном заседании Государственного совета Российской Федерации, комиссии президента по мониторингу достижения целевых показателей, Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что необходимо возрождать институт наставничества. И с этого момента наставничество становится одним из приоритетов федеральной образовательной и кадровой политики. В начале 2018 года был, как вам известно, проведен Всероссийский форум, он так и назывался, наставник. И организован он был при содействии Агентства стратегических инициатив, по результатам которого в феврале 2018 года был сформирован перечень поручений президента Российской Федерации. И в настоящее время тема эта в образовании, в частности, является одной из центральных, в том числе в нацпроекте образования, включая, напомню, такие федеральные проекты, как современная школа, успех каждого ребенка, учитель будущего, социальные лифты для каждого, молодые профессионалы и так далее. Вот так федеральный проект «Современная школа» содержит такой целевой показатель, что до конца 2024 года не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций будут вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества. Потребность возрождения института наставничества, конечно, породила ряд таких инициатив на региональных, республиканских и иных уровнях. И появились такие инициативы, как объединение наставников или национальный ресурсный центр наставничества, есть даже союз наставников России. То есть в целом можно констатировать тот факт, что сформировалось понимание того, что система наставничества может и должна стать инструментом повышения качества образования и стать механизмом создания эффективных социальных лифтов. То есть одним из тех катализаторов для, скажем так, технологического рывка российской экономики. Вот на слайде перечислены некоторые, мы 10 основных таких заметили, проекты, которые именно присущи сфере образования. И их планируется реализовать на разных уровнях. Многие названия, как я понимаю, у вас на слуху и возможно, вот я посмотрела в чате, вот те, кто присутствует, разрабатывает и являются активными участниками этих проектов. И принимайте в настоящее время в них активное участие. Вообще наставничество отвечает, конечно, современным запросам общества. Это априори мы должны принять. И считается, что это одна из перспективных технологий, которые затрагивает все сферы деятельности. Мы, конечно, с вами будем обращать внимание на образовательную сферу. И само общество определило такие вызовы, почему к этой теме подогревается интерес. Это, во-первых, конечно, ускорение изменений, вот та нестабильность, с которой мы пребываем в связи с реформами. Ускоряются технологические, социально-экономические процессы развития. И поэтому возникла потребность не просто передавать знания обучающемуся, но и показать, как можно на практике применять полученные знания, используя их вот в такой ситуации многозадачности, в которой мы пребываем, да, неопределенности и постоянной текучести, изменчивости. Вторая причина – это беспретендентная информационная насыщенность, конечно. Одновременно противоречивость информации, которую мы получаем из разных источников, из социальной, из образовательной среды, где происходит формирование личности. То есть у неподготовленного объекта это вызывает, скажем, молодого специалиста, подростков или молодых работников на производстве. Это вызывает такую потребность в человеке, который станет сопровождать его в потоке информации, выстраивать какие-то доверительные отношения и задавать векторы ориентации, определяя приоритеты. Ну и в-третьих, конечно, большое количество, колоссальное количество социальных связей. На сегодняшний момент можно говорить о такой новой форме социального взаимодействия, которая обучающаяся выстраивает в социальных сетях, да, что может повлечь за собой, как психологи отмечают, так называемый социальный аутизм, то есть такой вот неопределенность или диффузность, да, к проблемам выстраивания продуктивной коммуникации в оффлайне. Наставничество в этом смысле является, конечно, перспективной такой доступной достаточно технологией, которая позволяет создать открытое общество, обогатить его, наладить неформальное общение, как по горизонтали, так и по вертикали этого сообщества, и обучающихся как со взрослыми, так и с ровесниками на основе доверительных отношений и отношений взаимообогащения. Вот я сразу же указываю на слайде ссылочку, где можно более подробную информацию получить. А вот при Министерстве образования и науки образован вот такой национально-ресурсный центр МЕНТОРИ. И напомню, что такое МЕНТОРИ, название произошло от слова МЕНТОР, да, профессионал, который передает свои знания и умения, практический опыт другому, менее опытному или начинающему специалисту. Я бы не сказала, что это такой тождественный синоним слова наставник в нашем русском языке. Почему? Потому что МЕНТОР не просто носит, носитель такой вот, пользователь программами или такой человек, который объясняет термины, да, но он вводит в профессию, он показывает специфику рабочих профит-процессов, даже отношений в какой-то сфере, составляет план развития, вдохновляет, то есть психологическая подоплека здесь тоже есть, да, то есть главное для МЕНТОРа это экспертиза в своей сфере и готовность делиться знаниями. Когда мы говорим о наставничестве в сфере производства, понятно, если мы наставляем молодого специалиста в том, как там пользоваться программами, можно показать, объяснить, да, или на заводе при производстве определенных деталей и прочее, то есть когда с материальными продуктами мы имеем дело, это проще, потому что результат налицо. А как же быть в сфере образования, в социальной сфере, где идет взаимоотношение человек к человек, да, здесь результат, помните, как в классическом фильме, который мы всегда под Новый год смотрим, герой Мехкова говорит о том, что совершать ошибки, результаты и следствия ошибок в нашей сфере обязательно скажут в последующем. То есть если ошибки в детали мы видим сразу и брак в производстве, да, констатируют, то ошибки вот связанные в наставничестве, к сожалению, могут сказаться потом. А какие ошибки и риски, мы еще сегодня об этом скажем. Итак, еще раз напоминаю, что какие-то отдельные ссылки или интересные работы, в которых более подробно вы можете найти информацию, которая вас заинтересует, я буду на слайде давать, ну и список источников вам будет в конце нашей встречи предложен. Далее, наставничество стало рассматриваться как ключевая стратегия в управлении многими организациями и вследствие этого изменились сами модели, реформы наставничества с точки зрения практики развития персонала. То есть вообще понятий наставничества существует достаточно много и наставничество можно охарактеризовать и рассматривать с разных точек зрения. То есть и как кадровую технологию, которая обеспечивает передачу планомерной работы, знаний, навыков, установок и как форму обеспечения профессионального становления, развития и адаптации к исполнению должностных обязанностей. Как образовательный процесс можно наставничество характеризовать только уже на рабочем месте и как часть корпоративной культуры всех компаний, то есть ту среду, в которой накапливаются и передаются знания, навыки, опыт и успешные модели поведения. Вот здесь я дала самую общую трактовку или определение, которое в совокупности рассматривает все сферы реализации вот такого форма сопровождения. Существует вот таких пять форм ученик-ученик, учитель-учитель, студент-ученик, работодатель-ученик, работодатель-студент. Мы с вами сосредоточим, конечно, внимание вот на второй позиции большей частью, потому как с такомы нам уже позиции ученик-ученик или студент-ученик. Есть и положительный опыт в этом смысле, больше формализованный, к сожалению, носит характер того, что ученик-ученику помогает или студент-ученику. Был, скажем, опыт, на мой взгляд, не совсем удачный, когда старшие курсники помогали осваивать первокурсникам пробелы в тех знаниях программы, которые шли еще из школы. Но все, к сожалению, или к счастью, я не знаю, как это назвать, смотря с какой стороны смотреть, завершалось тем, что студенты просто за плату отдельную выполняли определенные формы задач, которые ставились перед младших курсников. Проект, к сожалению, не был изначально, на мой взгляд, продуман, поэтому потерпел фиаско. О том, как продумывать формы сопровождения модели учитель-учитель, мы с вами поговорим чуть позже. Всегда говорят о так называемой целевой модели наставничества, которое как раз является полным раскрытием потенциала личности наставляемого. Для того, чтобы успешно в личном и профессиональном плане самореализоваться. Именно в тех современных условиях, еще раз повторюсь, неопределенности, потому что динамика, неизменчивость заключается в том, что указы, положения могут меняться, корректироваться какие-то ранние документы. И вот эта адаптация, она идет параллельно с тем процессом, процессом усвоения профессиональной деятельности. Целью становится создание условий для формирования эффективной системы, поддержки, определения и профессиональной ориентации всех обучающихся, прежде всего наставляемых. И вот для педагогического коллектива, где внедряется целевая модель наставничества, важно, конечно, определиться, кто из работников организации будет входить во внутренний контур системы наставничества. Потому что, к сожалению, мы не учитываем следующий фактор. По статистике, вот буквально готоваясь к сегодняшней нашей встрече, статистика, которая идет у нас от нашего же министерства, две трети, заметьте, две трети сотрудников образовательных организаций, это еще только официально, скажем, имеющих, попавших в статистические показатели, да, две трети имеют нагрузку более чем ставка. Как правило, это полторы ставки, и это еще раз повторяю официально, и подрабатывают где-то в других организациях, и эти цифры чаще, ну, бывают гораздо больше, как статисты говорят, когда наставниками формально могут назначать, или это как дополнительная нагрузка, или для людей, ну, вот такая, по формальным показателям это делается, к сожалению, тогда эффективности реализации таких моделей, конечно же, не будет. Еще раз повторяю, нужно определяться, кто будет куратором и отвечать за реализацию персонализированной программы наставничества. Необходимо создание методического обеспечения наставников, потому что наставники сами нуждаются в том, чтобы их обучали определенным компетенциям. И в чем будет заключаться работа педагога-психолога по психологическому сопровождению сотрудничества вот уже таких наставнических пар. Таким образом, совместное обсуждение вот этих вопросов позволит сформировать достаточно полное представление о системе или целевой модели, как мы ее обозначаем, наставничество педагогических работников у членов коллектива и подготовить к более такому осознанному пониманию. Потому что сроки сопровождения могут быть от одного до пяти лет. Первый год – это адаптационный период молодых специалистов, когда в профессиональную деятельность включается человек. Третий-четвертый год – это когда мы получаем какие-то результаты. И пятый – это уже когда идет самоотдача, самореализация наставляемых. Ну, понятно, один в поле не воин. Поэтому первый шаг к успешному внедрению системы целевой модели наставничества позволит сформировать единую позицию всего педагогического коллектива, а не по принципу того, кто загружен, того еще больше загружает. То есть задача внедрения целевой модели – это повысить мотивацию и готовность педагогов участвовать вот в этом формате деятельности. Структура целевой модели включает, как вы заметили условия, ресурсы и процессы. Здесь более укрупненную модель можно будет посмотреть на том же сайте, что я вам здесь ссылочку дала. И с точки зрения системы наставничества модель представляет, конечно, свободность структурных компонентов и механизмов, обеспечивающих реализацию этой программы. По многочисленным опросам выявлены основные качества, какими должен обладать наставник. Вот они перечислены здесь, порядки, которые указали опрашиваемые. И быть наставником – это значит обладать вот такими качествами. Странно, да, что компетентность, она стоит на последнем месте в списке. А вот первые, обратите внимание, они связаны с психологическими характеристиками людей. И когда я говорю о наставниках, сопровождаемых или наставляемых, обычно мне вот и в связи с этим вопросом, и с предыдущим, когда основные вот такие терминологические обозначения я ввожу в ваш лексикон, обычно слушатели задают вопрос, чем отличается там наставник от куратора, например. Если наставником мы с вами определяем лицо, как участника программы и так далее, перед вами, то куратор – это уже сотрудник организации, который осуществляет деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным программам и программам среднего профессионального образования, либо организации с числа ее партнеров, и отвечает как раз за организацию программы наставничества. Очень часто мы с вами слышим такой термин, как тьютер. Тьютер – это специалист в области педагогики, который поможет обучающимся определиться с индивидуальным образовательным маршрутом. Коуч – это опытный сотрудник, который выстраивает процесс обучения на основе партнерских взаимоотношений. Он вдохновляет обучающихся на самостоятельный поиск решений. Еще появился недавно буквально такой термин, как фасилиатор. Фасилиатор. Это руководитель, обратите внимание, тоже в иерархии вертикальной, который обеспечивает успешную групповую коммуникацию на основе креативных моделей корпоративного обучения. Разобравшись с терминами, давайте мы перейдем к той самой форме «учитель-учитель», о которой мы с вами говорим. Форма, которая предполагает взаимодействие молодого педагога и специалиста, может быть, при смене места работы или только при поступлении, с теми опытными располагающими ресурсами, которыми водеет педагог-специалист. Я обращаю ваше внимание на цель наставничества. Вот в конце слайда посмотрите, в нижней части. И ожидаемый результат. Ожидаемый результат. В начале разговора я вам говорила, что возможные ошибки в организации наставничества в современной школе очень часто встречаются следующие. Психологическая несовместимость как наставника, так и наставляемого. Вполне возможно. По последним показателям статистическим прикрепляют к наставникам, если это формальный подход в коллективе, такой часто, к сожалению, встречается, то вот такая психологическая несовместимость. Что, конечно, будет только, не скажу, что вовремя, но некоторая мотивация все-таки профессиональной деятельности будет угасать у наставляемого. Основная ошибка, с которой мне приходилось встречаться, это отсутствие обратной связи. Ну, такой, скажем, подход больше не демократичный, а вот сверху вниз, как указал, как сказал, так и сделать. Шаг влево, шаг влево, шаг влево, это не принимается. Такой подход, конечно, тоже устарел. Устарел. Устаревает и такой подход, как копирование своих действий. Как форм, как метод существует, но не превалирующий. Высказывание оценочного суждения, профессиональное выгорание наставника. Вот такими ошибками, к сожалению, с такими ошибками можно встретиться при реализации этой программы. И вот перегруз молодого учителя замечаниями, рекомендациями по широкому кругу вопросов. То есть на молодого специалиста чаще смотрят, как на человека, на которого можно, в общем-то, возложить все какие-то обязанности, поскольку вот он молодой, он энергичный, ну, давай поступай. К сожалению, это может только привести к тому, что мы теряем, к сожалению, кадры. В настоящее время, еще раз повторюсь, в условиях многозадачности и оперативности в образовательных и не только в образовательных организациях важен вектор ориентации. Ориентация, да, ориентация молодых специалистов. На то главное – уметь отсеивать второстепенное, точнее второстепенно не отметаем, но постепенно их вовлекаем в работу, уметь фильтровать информацию, уметь распределять свои ресурсы энергетические, прежде всего, управлять собственными ресурсами. И вот с точки зрения этих позиций я постаралась выделить вот несколько главных моментов, ожидаемых результатов наставничества. Обращаем внимание, вот когда мы говорим о наставничестве, это не значит, что мы начинаем с нуля, да, потому что к нам, понятно, приходит молодой специалист, если он только со студенческой скамьи, то больше теоретизированный, да. И вот этот образовательный дефицит в плане практики, несмотря на то, что педагогические практики присутствуют в программах ГОС высших учебных заведений и среднеспециальных, тем не менее, это все-таки очень малая толика того, что необходимо уметь делать уже в своей профессиональной деятельности. И восполнить этот образовательный дефицит – это то главное, на что вот эта траектория образовательного маршрута, выстраиваемая наставником, с наставляемым, должна восполняться. Ну и, конечно, педагогическая, психологическая поддержка со стороны наставника. Обратили мы внимание, да, что среди черт, которые глазами наставляемых вот видят наставники, это психологические качества. То есть сущность деятельности наставника в образовании в конечном итоге вот включает то, что я выделила восклицательным знаком. Обратите, пожалуйста, на это внимание. И результирующим моментом деятельности наставничества мы с вами выделяем психологические моменты для того, чтобы формировать готовность у наших молодых наставляемых самостоятельно разрешать тот или иной тип социальных, психологических, образовательных или профессиональных проблем. Психологические моменты связаны с адаптацией в новом коллективе или преодолением даже собственных страхов, неуверенности в общении с родительским контингентом. Некоторые даже вот неуверенными себя чувствуют в общении с детьми, когда они остаются один на один с детьми. Вот в связи с этим я бы хотела обратиться к некоторым фрагментам мастер-класса, который был проведен с молодыми специалистами Ярославской области Ярославля. Вот я обратила внимание, у нас здесь присутствуют и ярославцы. Большой им привет. Вот фрагменты мастер-класса, который был проведен Екатериной Евгеньевной Сосариной, это старший преподаватель кафедры общей педагогики и психологии Института развития и образования города Ярославль. Чем меня привлекли фрагменты отдельные, только вы можете в интернет, в сети интернет найти информацию более подробно. Мне подкупил нестандартный подход в работе с воспитателями, с учителями, подход, который учитывает именно мнение и потребности. Например, перекрестная наметка идей. Что она собой представляет? Ну, понятно, в живом общении с участниками мастер-класса были проведены вот такие опросы. И не просто опросы, а вот когда проделывали вот такую физическую работу в качестве психологического раздражителя, попросили участников написать на вставничество, что это такое. И, соответственно, зарисовать или записать две идеи в двух ячейках, и дальше менялись листочками, четные и нечетные, присутствующие по столам распределялись, вот в ограниченное время за одну минуту нужно было вот в таком быстром режиме, режиме мозгового штурма, я бы сказала, свои идеи изложить, и в домашнюю группу вновь эти листочки возвращались. И смысл такой перекрестной наметки идей помог в последующем провести очень интересный анализ полученного материала, который я бы вслед за коллегами из Ярославля сгруппировала вот в следующие, ну, так называемые метапредметные компетентности педагогов. Ну, во-первых, напомню, что такое метапредметные компетенции. Это такие интегративные, то есть не сугубо по какому-то одному предмету. Допустим, если я преподаватель русского языка и литературы, то мои предметные компетенции – это вот такие-то знания, умения, навыки. А метапредметные – это интегративные. То есть я выхожу за пределы русского языка и литературы и, возможно, связываю с мировой художественной культурой, с историей и так далее, свой предмет, плюс расширяю эти знания до пределов внедрения их в жизнь, уметь связывать события жизненные с тем, о чем я излагаю на своих уроках. Итак, метапредметные компетенции – это интегративное умение обучающегося применять предметные и метапредметные знания, универсальные учебные действия в предметных областях и в реальных жизненных ситуациях. Так вот, метапредметные результаты обучения, которые уже не связаны с знаниями и умениями, а связаны с общими навыками, можно сказать, даже энциклопедическими, не только профессиональными. Ну, например, на уроках алгебры ребенок не только учится решать уравнения, но и учится анализировать условия задачи, искать нужную информацию, ставить и задавать вопросы. То есть это универсальная модель, которая закладывается в мышление и транслируется уже на все другие предметы, не только на алгебру. И метапредметная форма – это деятельность за пределами учебного предмета и направлена на обобщение способов обучения, работы с любыми предметами, понятиями, схемами, моделями и также связана с жизненными ситуациями. То есть вот это обобщение логического же мышления, обобщение того, что дает нам специальные знания, до уровня интегратива. Так вот, метапредметные компетентности педагога были выявлены на основе перекрестной наметки идей. Посмотрите, цели, полагания, мотивация, оценочная, методическая, технологическая, коммуникативная, информационная. Это все выходило из анализа данных перекрестных идей. И самое интересное, анализ полученных ответов на мастер-классах определил ту самую психологическую составляющую процесса наставничества. И мы условно обозначили эту составляющую, как, например, жертва обстоятельств или творец собственной судьбы, или-или. Вот какую мы берем с вами позицию. Да, звучит несколько диффузно, но применительно к нашей ситуации. Это умение повернуть свое профессиональное сознание на 180 градусов. Вот есть так называемая метапредметная задача наставника. На мой взгляд, это прежде всего помочь наставляемому обрести позицию творца своей профессиональной судьбы. Каким образом? Вариантом может быть множество, но необходимо при этом вырабатывать и взращивать так называемый эмоциональный интеллект. Запомните, пожалуйста, вот условно этот слайд, мы еще к нему вернемся. Эмоциональный интеллект. В нашей профессии эмоциональный интеллект тоже очень важен, верно? Вот как научить чему-либо взрослого человека, который пришел к вам уже с определенным багажом знаний, как передать ему эти знания, чтобы он обобщил и притворил их в работе с людьми. Люди учатся на собственном опыте и собственных переживаниях, что, конечно, напрямую может быть связано с мотивацией. И проблема очень многих новых сотрудников или людей, которые переходят из одного места в другую, заключается в том, что они хотят работать, но не обладают достаточными умениями. И поэтому цель наставничества – помочь молодому специалисту перейти в квадрат «могу» и «хочу». То есть позволить ему кроме желания приобрести и возможности для продуктивной деятельности. Готовность молодого специалиста к работе по модели, она психология, если я не ошибаюсь, носит модель ситуационного руководства. Был такой психолог, менеджер Херси Бланшар. И вот он рассматривал четыре ситуации. Ситуацию «не могу и не хочу». Часто есть такой типаж, да? То есть человек, который не обладает навыками и, более того, не мотивирован. Для того, чтобы включить его деятельность, необходимо сначала его, естественно, замотивировать, чтобы какие-то действия он производил. Иначе мы столкнемся просто-напросто с непреодолимым барьером защиты. «Не хочу», «не буду» и «вольни». Вторая ситуация «не могу, но я хочу». То есть человек мотивирован, поэтому открыт к получению новых знаний, но вот находится в состоянии обучения. Здесь, конечно, важно построить пошаговую схему, работы с сотрудником, как вы будете его обучать. Ну и мы должны помнить о том, чтобы какой-то один навык обучить и закрепить, нужен как минимум 21 день. Третья ситуация «могу и хочу». То есть ситуация, в которой разумно развивать такую горизонтальную карьеру сотрудника, уже обладающего необходимыми знаниями и умениями. Но ему нужно поднимать планку цели, расширять зону мастерства. И четвертая ситуация «могу, но не хочу». То есть человек находится в состоянии протеста, некого такого саботажа, что на него все навешивают, я не хочу. Необходимо выяснить, в чем причина демотивации. Возможно, необходимо наделить работу какими-то новыми смыслами. И когда мы говорим об эмоциональном интеллекте, как одной из составляющих вообще личности человека, я бы хотела процитировать, конечно, небезызвестного вам психолога и педагога российского, нашу Людмилу Петроновской. Здесь даю ссылочку на ее личный сайт, где можно дополнительную информацию получить. Вот к основным показателям эмоционального интеллекта она относит следующее. Посмотрите, пожалуйста, самоосознанность, мотивация, социальные навыки общения, эмпатия, то есть умение встать на сторону другого человека, то есть взглянуть на ситуацию его глазами, потому что мы больше судим по себе со своей точки зрения, со своей колокольни и управление своими эмоциями. Единственное, что, наверное, вызовет, у меня вызову и у вас наверняка вызовет, вот мотивация, которая строится, посмотрите, стремление достигать успехов в работе без привязки к денежному вознаграждению или повышению статуса, а также склонность к достижению поставленных целей с энтузиазмом и настойчивостью. Мне кажется, вот такая формулировка мотивации последнего поколения студентов, она, если не устаревает, то, во всяком случае, вызывает у них улыбку. Вот как замотивировать молодого человека, ведь у нас целые госпрограммы сейчас создаются, да, даются там большие денежные премии тем, кто на силу едут поднимать медицину, учительство и так далее, мне кажется, все-таки одна из важных составляющих того, что может замотивировать человека поменять какие-то вот смыслы в его профессиональной деятельности. Но не на первом месте, конечно, хотя вопрос остается открытым. И говоря об эмоциональном интеллекте, мне бы хотелось, чтобы вы вспомнили из курса психологии, вашей учебной дисциплины в нашем сознании всегда переплетается эмоциональное с рациональным, логическим. Да, согласны. Владение эмоциями определяет качество жизни. Верно. Это априори уже доказанный факт. Невладение эмоциями может ввести на ней все остальное. Нельзя не согласиться с известным психологом и педагогом, но рациональное, логическое все-таки мы должны с вами обязательно на вот эти четыре столба, 4К, модель компетенции операции, потому что это как раз вот те четыре кита, на которых рациональная или логическая основа модели наставничества реализуются. Ну вот, надеюсь, все компетенции вам знакомы, да, критическое мышление, то есть умение рассматривать одну и ту же идею или какое-то событие, явление с разных сторон, вот эту однобокость преодолеваем, коммуникация, безусловно, без эффективного коммуникативного взаимодействия любая модель просто будет сведена на нет. Креативность – это, безусловно, творческий подход, о чем мы говорили. Ну и вот коллаборация, да, коллаборация, которая предусматривает умение сотрудничать и работать в команде либо в роли лидеров, либо в роли инициаторов или участников какой-либо программы. Это очень важно. И вот когда мы умело сочетаем эмоциональное с вот этой моделью компетенций, то, безусловно, нам с вами будет будет формула успеха вполне достигаема. Вот Бригинец Екатерина Борисовна, это один из руководителей структурного подразделения МБУ-ДО имени Волоши, ну и в Московской Академии профессиональных компетенций. Вот в статье, которую я в охотные данные вам здесь даю, как раз предлагается та самая формула успеха, закладываемая вот в такой структурно-логической цепочке. Педагогическое сотрудничество, о котором мы с вами говорили, это методические педагогические условия. Изначально, когда мы начинали этот разговор, я вам говорила, что, конечно, не формализованный подход и не бросаем на тех, на ком там двухставочная нагрузка, полутора ставки и так далее. Определение целей и задач. Вот в числе опросов наставляемых, когда выяснилось, что оказывается, обратной-то связи с наставником, как правило, не бывает, к сожалению, основная ошибка, да, и риски несостоявшейся реализации таких моделей. Вот многие наставляемые не жалуются, а перечисляют, что диффузно цель и задачи сформулированы. То есть нет цели и задачи. Ради чего тогда? Что? Как мы работаем? Методист-наставник. Разрабатываются методы, приемы и способы, которые учитывают индивидуальные личностные характеристики наставляемого. Здесь мы от этого никуда не уйдем. И в педагогической учебной деятельности с учетом этих компонентов в общем механизме выстраивается программа формулы успеха. Вот Екатерина Борисовна предлагает реализовывать именно такую структурно-логическую схему. И вот она, эта программа, блок схемы того, как реализуется. Четыре компонента. На текущем слайде представлены аналитические, содержательные, организационные и контрольно-оценочные результативные, так называемые, этапы. Подготовка идет с аналитики, то есть проводится диагностика. Далее идет анализ таких вот идей затруднений, что непосредственно представляет трудности при адаптации у молодого сотрудника. И разрабатывается программа взаимодействия. Так называемый индивидуальный маршрут, о котором я скажу чуть позже. Понятно, параллельно содержательный методический аспект включает разработку учебно-методического комплекса. Понятно, что на основе анализа вот тех затруднений, ошибок, рисков, неуверенности, то есть разные тут можно разбить по психологическим, методическим, педагогическим критериям, взаимопосещение учебных занятий, досуговых каких-то воспитательных предприятий и прочее. Ну и плюс какие-то могут быть еще мероприятия разработаны на уровне локальных, профессиональных конкурсов и так далее. Организационный проектировочный этап включает в себе уже пошаговую реализацию индивидуального маршрута. Это могут быть и методические объединения, это могут быть курсы переподготовки и прочее. Ну и результирующий этап снова включает диагностику уже на конечном этапе маршрута, повышение квалификации и распространение опыта. Вот при положительном решении каждого этапа реализации программы «Формулы успеха» разработчики уверены, что целевая модель будет достигнута. И вот тот самый индивидуальный маршрут совместной работы с наставником, тьютером или куратором, который бы обеспечил успех в работе. Это и опираемся на формирование ключевых компетенций 21 века, параллельно участие в различных конкурсах, ссылки на которые в интернете очень много, самообразование, безусловно. Далее модернизация содержания технологий, методы приема и осваиваемые, работа с тьютером, семинары, работа с родителем. В каком порядке, в какое время, какие этапы, все это индивидуально разрабатывается с наставляемым. Что представляет собой успех для обучаемого с психологической точки зрения? Конечно, это переживание, состояние радости, удовлетворение того, что результат какой-то получен, совпадает с надеждами, с ожиданиями или даже превзошел их. Вот это все то, что мы с вами условно называем моральное удовлетворение. И если вот этот успех делается устойчивым, то это шаг в последующий уже, ну скажем, в хорошем смысле слова реализация карьеры в своей профессиональной деятельности. В этом смысле могут скрыться, конечно, огромные скрытые до поры возможности личности. Либо обратный результат. Человек может замкнуться или признать, что он не на своем месте. И, к сожалению, вот молодые кадры, порой вот текучку молодых кадров у нас, во всяком случае, в Башкирии, это болевая точка в образовательной системе. Успех с педагогической точки зрения – это не что иное, как вот сочетание тех условий, при которых дали возможности вот эти конечные результаты достичь, как отдельно взятой личности, так в целом и коллектива. Для этого, конечно, должен быть продуман индивидуальный маршрут, наставляемый с теми целями и задачами, которые, ну скажем, совпадают с планами коллектива, того структурного подразделения, где наставляемый трудится. Ну и главная задача, конечно, вот дать каждому из обучаемых, если это детский контингент, там ученик-ученик-ребенка, если учитель-учитель, о котором мы говорим, это наставляемый, вот пережить вот эту радость достижения, психологический комфорт. Ну и что растущему человеку более недостаточно? Простых знаний или нужны компетенции, навыки, как общаться, как планировать свою деятельность, как ставить цели и презентовать себя. Вот основные компоненты ответов на этот вопрос я попыталась тоже из массы материала, которого очень много и в интернет, и я сама вот посещаю различные мастер-классы и повышаю квалификацию вот в трех основных моментах. Вообще поделюсь с вами личным впечатлением, после, я думаю, человеку, который уже 28-й год в системе профессионального образования высшего, и начинала я в школе работать, параллельно обучаясь в аспирантуре в далекие 90-е годы, я могу сказать о следующем, что для меня наставник, в частности в работе со студентами, магистрантами и аспирантами, я ссылаюсь вот на мнение своих учеников, подопечных, могу сказать, что в настоящее время, если вот раньше, когда я студентом была, для меня наставник или мой научный руководитель, или преподаватель моей кафедры считался, прежде всего, это человек, источник знаний, информации и так далее. Сейчас наши подопечные настолько оперативны и мобильны в интернет-системе, для того, что отсутствовало, скажем, в моем студенчестве, и источников информации для них гораздо больше, нежели просто научный руководитель или наставник. И я вижу цель и задача наставника в том, чтобы быть таким образцом морального, чистого, наверное, светлого человека, который дает направление, ориентирует вот в этой массе информации, убирая вот, что называется, зерна от плена, да, и дает ориентироваться, прежде всего, вот профессиональным или научным, на научном пути, чтобы поставленная цель, мека-цель была достигнута с помощью вот таких тактических шагов. Ну, еще, конечно, важно помнить о следующем. Наставник – это педагог, существенно превосходящий, да, у молодого в следующих отношениях. Это отсутствует образовательный дефицит. А если таковой есть, то статус наставника, конечно, не желательно его возводить. Есть личный опыт преодоления вот такого образовательного дефицита, ну, и личный опыт отрефлексирован наставника может использоваться при работе с другими людьми. Вот эти моменты, конечно, для меня очень важны. И среди самых главных качеств наставника это должен быть, прежде всего, ресурсный педагог. Люди, которые профессионально начинают выгорать, это и отсутствие стимуляции, и вот эта вот бюрократизация того, где, в какой системе приходится, да, работать. И порой наставники это больше знают, видят, нежели молодые специалисты. Поэтому здесь, конечно, ресурсность не должна быть утеряна. Это главная задача. Должны быть профессиональные ресурсы, личностные. Еще раз повторюсь, это должен быть человек с большой буквы. Это должен быть не просто учитель с точки зрения передачи компетенции, навыков, знаний и умений, но еще и учитель с большой буквы как человек. Ну и, конечно, готовность, психологическая готовность к наставничеству, потому что порой, ну вспомните, у нас классический фильм Афония, да, он ведь тоже выступал своего рода наставником и в таком юмористическом ключе был передан этот сценарий. Поэтому, когда мы определяем ресурсы наставника, мы помним о необходимости выделения критериев их отбора. Какие технологии работы можно выделить в наставничестве молодого педагога? Это первая профессиональная адаптация и сопровождение пошагово в процессе восполнения образовательных дефицитов. Вот такие этапы можно условно выделить и показать. Я расскажу, ты послушай такой прием, я покажу, ты попробуй, сделаем вместе, сделай сам, я подскажу, и сделай сам и расскажи, что ты сделал. Такие пять этапов, которые обязательно должны быть учтены в образовательном маршруте. Походу мне хотелось бы провести некоторые выдержки из теории компетентности, чтобы напомнить вам всем о том, что деятельность, которую мы сейчас с вами рассматриваем, это детали, процессы, которые сопровождают этапы вот этой деятельности, они динамично изменяются, корректируются практически каждодневно. Это значит, что мы, с одной стороны, подвергаемся изменениям, это и документация, это вот то бюрократическое, что нас сопровождает, регламентирует нашу деятельность. И с другой стороны, это личностные факторы, это характер работы, окружение, есть какие-то стимулирующие причины, то есть вот вся целокопность факторов, которые мы должны учитывать. И с точки зрения теории компетентности, это четырехступенчатый процесс, который переходит от этапа бессознательной некомпетентности к этапу уже бессознательной компетентности. Ну, вот первый этап. Вам неизвестно, что вы не знаете, вы не умеете делать что-либо, то есть я не знаю о том, что я не знаю. В нашем случае, например, новый сотрудник еще не осознал дефицит собственной компетентности. Ну, представим, сравним метафорически, ребенок при путешествии с родителями в машине осознает сам факт путешествия, но не понимает при этом, что он не умеет водить, достаточно того, что кто-то за рулем. И остается в невидении насчет собственной некомпетентности. А второй этап. При осознанной некомпетентности сотрудник приобретает знание о своем незнании. То есть обычно это происходит при появлении желания усвоить что-то новое. Ну, например, подросток, который не умеет водить машину, постоянно вынужден просить кого-то это делать, чтобы его подвезли. Ну, и остро переживает свою некомпетентность. Вот в случае с работником, это может быть, например, желание сделать, провести открытый урок при понимании того, что детали программы, у него знаний, учебной программы, у него не хватает. То есть соотнести программный материал с выходом на открытый урок, где можно продемонстрировать уже знание детей и твое, показать вот на шаг выше то, что ты развиваешь компетенции в детях. Для того, чтобы стать осознанным, компетентным, нужно, конечно, пройти обучение. И часто на этой стадии сотрудник начинает в точности копировать своего наставника. Ну, например, новичок вспоминает, как опытный учитель знает о том, что все знает. Успешно закончив повышение квалификации, получив какие-то новые знания, он пытается себе, как аффирмации, такие молитвы, зачитывать, что он знает, он умеет, он контролирует каждый шаг, и все будет хорошо. В итоге некоторые пробелы остаются за пределами его осознания. И четвертый этап, при котором сотрудник совершает определенное действие, не так часто, но они становятся привычными. То есть вырабатывается такой подсознательный алгоритм, что даже вот эта стадия, я не знаю о том, что я знаю, она уже входит в привычку профессиональную, вот то, что мы называем профессиональным опытом. Еще о чем мне бы хотелось напомнить вам, что форма современного наставничества зависит еще и от того, каким мы выбираем маршруты взаимодействия. Есть традиционные, когда один на один наставник наставляемый, есть партнерские, когда молодой специалист, молодому специалисту может передавать знания, есть флэш-наставничество, есть виртуальное наставничество, групповое, реверсивное. Мне кажется, что в чистом виде таких форм уже практически не существует. Есть такая гибридизация происходит, когда, например, реверсивная модель наставничества позволяет в сегодняшнем изменяемом мире выстроить такую модель, когда наставником становится специалист младшего возраста, но владеющими вопросами новых тенденций, технологий и так далее. То есть такая модель реверсивная позволяет установить взаимопонимание между разными поколениями преподавателей, педагогов, которые вынуждают обе стороны выйти из зоны комфорта и толерантно относиться, воспринимая личностные или профессиональные особенности друг друга. Ну, прежде всего, конечно, из-за возрастных моментов. Наставничество через одноразовые встречи, ну, скажем, как виртуальные какие-то вебинары, семинары, обсуждения, тоже помогает слушателям учиться, обращаясь за помощью к более опытному сотруднику. Флэш-наставники, они обычно представляют ценное знание, опыт работы, но в очень ограниченном временном промежутке. И вот хотелось бы привести в качестве примера одну из обучающих структур, вот называется она «Друзья по времени», когда, скажем, ну, это один из приемов способов, который применяется при работе наставника с наставляемым. Когда можно встретиться со своими коллегами в отведенное наставником время для эффективного взаимодействия, обмена мнениями, обсуждений. Чаще такая структура используется, скажем, при обсуждении проведенных конкурсов в дошкольных учреждениях, соревнованиях, фестивалях с детьми или, может быть, родительских собраний. В школе это могут быть обмена мнения по проведенному открытому уроку. Основная цель – это организация парной работы в удобное для педагогов время на протяжении нескольких встреч. Особенно актуальна, друзья, по времени такая обучающая технология, когда люди проходят аттестацию. Конечно, методов обучения, на мой взгляд, ровно столько, сколько вообще самих наставников. То есть есть, конечно, традиционные, универсальные, классические, но встречаются и новые, актуальные для некоторых сфер образования, особенно в связи с вот таким активным введением информационных, компьютерных технологий в нашу сферу деятельности. Поэтому я думаю, вот эти методы, список – это только верхушка айсберга. И та методология, которую наработал в своем профессиональном опыте потенциальный наставник, вполне применима для работы с молодыми специалистами. Завершая сегодня разговор о наставничестве, мне бы хотелось, чтобы вы вот как-то проявили себя. И назовите, пожалуйста, три самых интересных, значимых момента, которые, на ваш взгляд, вот в ходе вебинара зацепили вас, вот те моменты, которые показались интересными. Я пока почитаю ваш... Да, вот постараюсь сразу ответить на вопрос, пока вы мне вот назвать три интересных момента. Обратная связь есть. Спасибо, уважаемые слушатели. Я всегда убеждаюсь в том, что вы внимательно материалы... Так, материалы будут доступны. Так, презентация вам будет дана. Да, столько... Да, Лена Жукова делает такое замечание, зачем столько терминов иностранных, поучит и так далее. Я как филолог с вами вполне солидарна. И почему бы одним только термином наставник и наставляемый, я старалась русифицированной версии использовать, не ограничиться при реализации модели наставничества. Но дело в том, что вот введенные... Вот сегодня я новый термин еще вам озвучила, да, фасилиатор, тьютор, коуч, наставник, преподаватель и прочее. Я постаралась в этой терминологии показать вам разницу. И все-таки лучше и точнее наставника термина, наверное, я бы не подобрала. Да, фасилиатор, совершенно верно. Это вот тот руководитель, который организует весь этот процесс. Так, компетентность, компетенции и компетентность. Это тождественные термины, совершенно верно. Поэтому я их как синонимичные в своем материале использовала. Компетенции, ну, оно больше считается видовым понятием. Компетентность – это родовое понятие, но они вот сопряжены тождественными своими значениями. Так, да, абсолютно согласно с Ларисой Горбуновой, главная сущность наставничества – это опыт ценностного отношения. Абсолютно верно, потому что вот, когда мы говорим об обратной связи, и были получены результаты опросов именно наставляемых, да, не тех, кому поручено наставлять, а наставляемых. И вдруг выяснилось, что вот эта обратная связь, к сожалению, отсутствует. И когда давали, перечисляли основные качества того, каким хотелось бы видеть наставника, вдруг обратилось внимание именно на психологические моменты, а вот то, что связано с компетенциями, оно почему-то вот осталось в числе последних. Вы обратили, наверное, тоже внимание. Спасибо. Так, три момента есть. Совершенно верно. Да, живое общение теперь, совершенно верно, все меньше и меньше становится. Да, тьютерство теряет свою значимость в практическом применении. Совершенно верно, отмечает Елена. Я с вами согласна. Наставник, поэтому я часто использую именно этот момент. И чем отличается термологически тьютер от наставника, я постаралась вам обозначить. И, в принципе, в слайдах моих вы увидите. Хорошо. Так, какие две позиции вы... Ну, вот здесь некоторые уже написали, да, вот интересные моменты. Какие две позиции вы бы использовали в своей работе? Будьте добры, пожалуйста, обозначьте. Спасибо большое, Любовь Воронова-Слевинская, за пожелания и за ваши отметки. Так, хорошо. Да, перекрестная метка идей. Да, вот я, обратите внимание, ссылочки вам представила. Если кого-то, вот скажем, перекрестная на метка идей, да, это вот ярославцы. Мне так понравился опыт их реализации модели. Ярославлю еще раз большой привет. Кто-то из слушателей здесь есть. Здорово просто, вот когда я подбирала материал из большого количества, мне вот, я сосредоточила внимание на том, что действительно интересно и опробировано, и, главное, показало хорошие результаты. Так, ну и вопрос, пожалуйста, в какой момент побуждает или вызывает у вас желание задать вопрос? Да, необходимость эмпатии, совершенно верно, отмечает Маляка Исламова, по-моему, это Чечня, да, если я не ошибаюсь. Эмпатия, вы понимаете, да, что это умение встать на место, вот если наставник обладает эмпатией, мне кажется, это уже половина успеха в работе с наставляемым. Понять и чувство, и вот то состояние, которое наставляемый, в которых нуждается, когда он адаптируется или переходит с одного места работы на другое, это, конечно, очень важно. А еще очень важно, дорогие мои, когда наставляемый в возрасте меняет работу. Но об этом я поделюсь в другие наши встречи. Спасибо большое, спасибо, спасибо, спасибо за пожелания. Так, есть ли, так, в этом чате, так, спасибо за высокие оценки. Так, есть ли какие-то замечания или пожелания, может быть, чтобы я могла улучшать, совершенствовать свой материал? Кстати, когда я завершаю со студентами какой-либо курс, они уже получают отметки, зачеты или экзамены. Я всегда после вот этих психологических преодоленных барьеров совместных я спрашиваю, ребята, какие у вас будут замечания? Вот что бы вы хотели, дополнили или что-то у вас вызвало какой-то дискомфорт, когда я излагала материал курсовый, уже после всего этого, я говорю, я всегда хочу совершенствоваться, идти в ногу с вами со временем с теми актуальными моментами, которые в вашей профессиональной деятельности присутствуют. И вот, вот, спасибо, спасибо. Да, теория компетентности в отношении, да, интересно. Я всегда стараюсь психологические моменты затронуть, потому что в числе слушателей, я знаю, есть и педагоги, и логопеды, и психологи. Поэтому вот всем, что называется, ту порцию информации, которая бы очень вам понадобилась. Так, у кого-то я вот даже прямо попала. Так, ну вот вроде бы вопросов нет, уважаемые мои слушатели. Это мой завершающий, так, да, текст, да, поменьше. Ну, стараюсь минимизировать, оставлять только то, что нужно, поэтому необходима информация, поскольку я дарю вам свою презентацию, и я стараюсь вот, чтобы она оставалась. Постараюсь прислушаться, да, визуал, да, надо еще посмотреть. Итак, выступление. Ну вот на Ютубе появится через несколько дней наша с вами запись, наша встреча, поэтому вы можете еще раз прослушать и проработать. Так, да, вот значение новых терминов я озвучила, и отдельные из них, которые к нашей теме относятся, я на слайдах отобразила. Ну, в Ютубе на вот нашей видеозаписи вы сможете еще раз значение этих терминов для себя зафиксировать. Да, Сусанна не совсем согласна с тем, что компетенции и компетентность интерпретируются не одинаково. Уважаемый слушатель, смотря какой теории мы придерживаемся, поскольку в рамках вот модели наставничества мы говорим о педагогических, прежде всего, и профессиональных компетенциях, они составляют видовую часть понятия компетентность в целом. Согласна с вами, если рассматривать широких, есть узкая и широкая трактовка, которые могут не совпадать. Вы, скорее всего, имеете в виду узкий подход. Я сегодня постаралась широкой применительно к нашей теме рассмотреть вот эти термины, которые до сих пор в педагогике, в теории педагогики дискутируются и будут, наверное, дискутироваться, потому что много идет под обозначение. Внутри компетентности, теория компетентности целого существует. Поэтому, чтобы в дебри теоретически вас не вовлекать, отдать больше такой актуальной практической информации, я старалась взять самую широкую трактовку, где идет взаимопересечение терминологическое именно в рамках нашей темы. Так, ну вот, вроде бы, на все вопросы ответила. Вам тоже большое спасибо за внимание. Завершающее в этом учебном году мое выступление. Очень надеюсь, что мы встретимся еще и подберем какие-то интересные темы для обсуждения. Успешных вам каникул. Всего доброго. Здоровья и благополучия. До свидания. Продолжение следует...